всех приветствую на канале герчи кико с вами виктория сепчук тема данного видео будет про лимитный уровень я расскажу в этом видео что такое лимитный уровень как он выглядит на графике как его вообще интерпретировать как его торговать лимитный уровень еще до спецопределения лимитный уровень это появление игрока на рынке когда цена бьется в одну и ту же точку то есть появляется лимитный игрок так называемый и он выставляет себе то есть фиксирует цену составляет ордера там на продажу либо на покупку и просто не пуская дальше цену либо вверх либо вниз и получается такая прямая линия куда бьются бары там если у нас например шартовое движение мы ожидаем то это бьются х и точка практически копейка в копейку если мы ожидаем ланги то это тогда когда бьются у нас слои копеечка в копеечку выстраивается такая прямая линия вдоль уровня да опять же то есть образование лимитного уровня его может быть не его исторически тот уровень может не быть на графике с левой стороны это может быть такое новое появление уровня новое появление там лимитного игрока то есть это не не обязательно чтобы этот уровень повторялся на истории да теперь посмотрим на графика как то выглядит еще скажу такой момент лимитный уровень он появляется давайте не так скажу не появляется он с большей вероятностью работает на рынке акций нежели чем на валютном рынке на валютном рынке лимитные уровни не также появляются новый гораздо меньшей степени гораздо меньше вероятности они отрабатываются нежели чем на рынке акции сегодня будем рассматривать конкретно акции я выбрала картинки посмотрела графики и как раз таки лимитные уровни очень хорошо находится и очень принципе хорошо отрабатываются именно на акции лимитный уровень появляется есть два сценария лимитного уровня либо он появляется лимитный игрок до и образует тот самый лимитный уровень он появляется на развороте да то есть в конце тренда либо он появляется на откате и тренд продолжается сейчас покажу на график как-то все будет выглядеть появление лимитного урока на развороте что это значит дневной график кстати лимитные уровни работают не только на дневках на акциях они также работают и внутрь дня то есть на часовике на 4 в часовике, но опять же в связке с дневкой. Если вы торгуете лимит, лимитный уровень и ищете его на часовиках, я вам рекомендую вслепую это не делать. То есть не гнирируйте никогда дневную графику. Потому что если вам дневную графику показывает хорошую зону, он показывает тренд, он показывает запас хода и вы видите появление лимитного игрока на часовике, допустим, то тогда да, вы можете торговать лимитный уровень на часовике. Но когда, например, дневка находится в какой-то зараженной зоне волатильной, когда дневка находится в канале, вы не понимаете куда смотрит рынок, в принципе, общую картину рынка вы не понимаете. Например, запас хода уже пройден, да, и вы смотрите, что появился какой-то лимитный игрок на часовике, выстроили лимитный уровень, это все может быть так же ложно, если у вас слабая очень дневка. Здесь у нас показан в дневной графике появление лимитного игрока на развороте, да, что знать, то есть инструмент рос, 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 был восходящий тренд, появился уровень излома, дальше следующий бар бьется копейка в копейку в эту же точку, да, практически. Единственное, да, что в лимитном уровне мы можем считать это как такое небольшое отклонение от цены, опять же, небольшое, то есть какой-то, возможно, маленький хвостик, прям маленький, вот не такой, что ложный пробой, да, уже, а вот буквально там какой-нибудь такой небольшой заход. Это мы так же можем считать, то есть считаем, что это лимитный уровень, он так же отрабатывается. Здесь у нас три удара в уровень, да, лимитный уровень, не сказала вначале, лимитный уровень считается от трех баров и больше, то есть два бара это не лимитный уровень. Три, четыре, пять и так далее, когда бьется в одну и ту же точку, в одну и ту же цену, это называется лимитный уровень. Здесь у нас три бара и отработка в шорт, да, правильно, то есть это на развороте, появление лимитного игрока на развороте. Дальше смотрим. Появление лимитного игрока на откате. Что это значит? То есть у нас здесь общая картина лонговая, да, здесь у нас инструмент, вот он, излом от продавца, так говорить, да, то есть если здесь откат, да, здесь откат, да, здесь небольшой такой разрыв был, вот он, излом, дальше у нас следующий бар, также лоу этого бара, практически в одной плоскости с первым баром и третий бар тоже практически в одной плоскости с вторым и с первым баром. То есть здесь три бара удар идет в одну и ту же цену. Но еще момент про лимитный уровень. Он иногда, скажем так, да, по крайней мере, по моему взгляду, по моему мнению, на моей практике лимитный уровень иногда отрабатывается сложным пробоем. То есть лимитный сначала отстраивает уровень, также потом подключается, да, то есть как мы это можем расценивать? Возможно, лимитный игрок работает так. Он сначала выставляет себе заявку именно на ту цену, которая ему нужна, а потом, видя, да, что многие-многие зашли в продажи, допустим, или многие зашли в покупки, он делает ЛП и только потом идет. Вот, как здесь, да, у нас, что мы видим? Лимитный уровень образовали, потом сделали ложный пробой, да, двумя барами, инструмент спокойно пошел. Моя рекомендация вам, если вы ставите стоп, да, если вы ставите стоп, оставляйте зазор для ЛП. Что значит зазор вообще? Как мы можем ориентироваться по этому зазору, да? Мы можем ориентироваться по расчетному стопу от дневного АТАР, да, среднестатистического движения в инструменте. Мы рассчитываем стоп-лосс. Например, там акция ходит 6 долларов, значит стоп у нее не должен превышать 2 доллара. То есть, если смотреть, да, внутри дневного у него АТАР 6 долларов, и стоп не может превышать 6 долларов, точнее, внутри дневного АТАР, и стоп не может превышать 2 доллара, да, то есть Чтобы мы взяли 3 к 1 спокойно. То есть, если вы стоп вот сюда вытягиваете, то вы должны вытянуть здесь 3 таких стопа, чтобы вы спокойно могли взять 3 к 1. Поэтому зазор для ЛП я все-таки рекомендую вам оставлять. Но чтобы этот стоп также вписывался в расчетный стоп от АТА, да, внутридневного АТА. Дальше смотрим. Лимитный игрок, появление лимитного игрока на откате. То есть, инструмент падает, дальше у нас пошла коррекция лонгова. И от данной коррекции, да, от данного излома у нас 4 удара. Здесь у нас 4 удара практически копейка в копейку. Я вот про вот это отклонение говорила. Это можно. То есть, у нас не ложный пробой, да, все-таки вот этот хвостик мы можем расценивать. И, в принципе, он не сильно портит, не ломает картину. Здесь у нас отработка полностью идет лимитного уровня на откате. Здесь у нас лимитный уровень не сработал, поджатие, да, момент. Вот у нас уровень излома, да. Здесь у нас, что у нас, как бы вроде ЛП, да, нарисовали, но лонговым баром. Здесь у нас 3 бара бьются копейку в копейку, да. Здесь также пытаются рисовать ЛП, но все это развод, да. То есть, здесь у нас идет поджатие. Поэтому, когда вы смотрите лимитные уровни, все-таки не должно быть вот этих вот предпосылок к пробою. Это поджатие, да. Что у нас идет? Узкие прилипания к уровню, либо маленькие бары прилипания к уровню. Все эти предпосылки, они ведут к дальнейшему пробою. То есть, они могут вот эти вот картинки сломать ваш лимитный уровень, который вы нашли, вот как здесь, да. Поэтому с этим быть внимательным. Поджатие все-таки смотреть, да, что если у нас идет поджатие и образует лимитный уровень, что он с вероятностью, с очень большой вероятностью может не сработать. Дальше. Это часовик. Специально посмотрела внутри дня, что работают или нет. Лимитные уровни работают и на часовике. Это тоже акция. И вот у нас появление лимитного игрока на развороте. То есть, инструмент падал, да, у нас был нисходящий тренд. Нарисовали ЛП, если смотреть по отношению к этому, да, излому. К этому излому. Вообще, ЛП смотрится, ЛП смотрится уже после излома. То есть, у нас произошел излом и пошел ЛП. То есть, ЛП это всегда постфактум. Не до уровня, а после уровня, если расценивать так. Вот, поэтому здесь уже идет образование нового уровня, нового излома. Не этого, да, то есть, мы берем за основу этот излом и смотрим, что 3 бара копеечка в копеечку. Четвертый практически чуть-чуть не дотянул, был бы четвертый бар. И то же самое отработка, прекрасная отработка движения в лонг. На развороте, на развороте. Здесь у нас движение также на развороте. Был рост. Потом начали рисовать, да, в таком внутри вот этого бара, начали рисовать лимитный уровень. Это отклонение, это можно считать, да. То есть, вот данный вот хвостик, в принципе, его можем также считать. Здесь 4 удара и отработка. Это дневной график. Здесь момент, почему, объясняю. Почему здесь лимитный уровень не сработал? Потому что, когда мы, например, мы хотим, да, если мы расцениваем данное движение, да, нисходящее движение, и мы рассматриваем данный лимитный уровень как разворот, да, лимитный игрок появился на развороте. По идее, да, по идее, по технике, не по идее, по технике, правильно, должен быть как минимум вот в этой комбинации из трех баров должен быть лонговый бар хотя бы один. То есть, не должно быть так, что инструмент падает, и три вот этих бара, которых лимитных, они тоже шортовые. Такого не может быть. Если вы заметите, вот что мы сегодня смотрели, когда одного цвета, да, там продавцы подключаются, и лимитный игрок состоит из всех шортовых барах, идя в шорт, то это можно. Но когда инструмент идет в лонг, и у него все шортовые бары, это у нас не считается как за лимитный, какая-то сценарий, лимитный уровень, да, то есть он не отработается. Здесь у нас, видите, и лонговый, шортовый, и лонговый бар, то есть и везде так, здесь лонговый, шортовый, лонговый, но тут у нас поджатие, ладно. Здесь у нас лонговый, шортовый, лонговый, шортовый, то есть у нас комбинация идет, у нас бары комбинируются, нет такого, да, что вот здесь нам надо идти в лонг, а бары у нас рисуются все шортовые на лимитном уровне. Такого не должно быть, комбинироваться должны бары, то есть и продавцы, и лонги. Единственное, когда они могут не комбинироваться, когда здесь мы ожидаем дальнейший рост на откате, да, тогда у нас могут, в принципе, им позволительно, чтобы все бары были лонговые на лонгах, да, то есть лимитка на лонгах, и все у нас бары лонговые, тогда да, тогда мы можем, в принципе, позволить такое. Да, здесь у нас не сработало. Вот, у нас лимитный игрок на развороте. Я в пейнте нарисовала, чтобы вам было проще понять. Вот у нас падение, вот пошел разворот. Раз, два, три, четвертый бар, да, гипотетически, можем такую картинку представить. Она также бывает, появляется на графике. Мы сейчас посмотрели, что есть такие уровни, они появляются. Я вам хочу сказать, на акциях это происходит не так редко. То есть на акциях это намного чаще происходит. Лимитные игроки появляются чаще, чем на Форексе, да, если мы будем говорить. На Форексе они появляются, но они отрабатываются не всегда, скажем так. То есть на Форексе они отрабатываются примерно 50%, да, скажем, всего, в принципе, и всех сценариев, которые есть, появляются, да, на графиках. На акциях они отрабатываются, но я вам скажу, 80-90% они отрабатываются. Почему я ставлю стоп, да, вот как работаю я? Если я вижу лимитки, то я ставлю стоп, потому что был такой опыт. Ставишь стоп, например, сразу за лимитный уровень, бывает выбивает. То есть бывает ЛП рисует, только тогда идут. Поэтому я оставляю зазор. Этот зазор у меня здесь включает стоп от АТАР, то есть расчетный стоп. И я понимаю, что я должна здесь взять 3 к 1 как минимум, да, то есть если мне позволяет это сделать, да, здесь расстояние есть, зона нормальная, ближайший уровень есть, то есть тогда, да, тогда я могу в эту сделку зайти. В чем отличие, да, вот у меня была тема, недавно тема про отбой, то есть БСУ, БПУ-1, БПУ-2. В чем отличие? В принципе, мы данную комбинацию можем рассматривать как БСУ, БПУ-1, БПУ-2. Можем, почему нет? Но в чем отличие? Лимитка это когда вот прям рядом, то есть никаких промежуточных баров быть не может. В отличие от отбойной формации БСУ, БПУ-1, БПУ-2. Почему? Например, здесь нарисовали БСУ, здесь у нас какая-то пила была, там, например, ЛП или что-то еще. И вот когда волатильность успокоилась, здесь спокойно мы рисуем БПУ-1, БПУ-2. Это отбойная формация, да, немножечко другая. Все-таки лимитка это когда вот так, да, когда у нас в одной плоскости ЛАИ либо ХАИ рисуются, прям вот копеечку-копеечку бьются. То есть это немножко, конечно же, другое. Лимитный игрок на откате, вот, это я в Пенте нарисовала, тоже стоп, зазор для ЛП. И вот у нас мы должны взять 3 к 1. Если у нас ближайший уровень здесь на истории есть, мы, в принципе, можем ориентироваться на него. Но, судя по тому, какой сейчас рынок, я вам рекомендую все-таки работать именно с цифрами 3, 4, там, максимум 5 к 1 с рынка забирать. Вот, в принципе, и все. В принципе, и все, что я хотела сказать в данном видео. Кому видео понравилось, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчуков, кто еще не подписан. И всем успешного обучения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok